Я много раз видел, думаю, что и вы тоже, как в столовой люди тянутся за солонкой и досаливают блюдо, даже еще его не попробовав. Привычка и довольно вредная, как говорят нам последние научные работы. Они связывают повышенное потребление соли с риском ни много ни мало инсульта. И самое неприятное, что в опасности даже те из нас, кто не имеет привычки досаливать. Соль прячется повсюду, даже в самых неожиданных местах. Ближайшие несколько недель у москвича Алексея Лисицына в это время по расписанию спелеотерапия. 30-минутный сеанс в соляной пещере. Сейчас это единственная разрешенная Алексею соль. У меня на фоне гипертонического кресла развелся на нарушение мозгового кровообращения. Я попал в больницу. После больницы был направлен на восстановительное лечение в санатории. Алексея ждет долгий период реабилитации. И для таких, как он, пациентов с опасно высоким давлением, тут есть особая диета номер 10 – бессолевая. По 10-й диете мы предлагаем отварную курочку, потом из гарнира в рис отварной можем предложить, так как рис выводит жидкость из организма, и картофельное пюре. Соль ел в большом количестве. Поначалу, конечно, кажется пресно, но выхода другого нет. Это доказано, если продолжать есть много соли, давление снизить сложно. А самое опасное осложнение, которое бывает от долгой гипертонии – это инсульт. Как же соль повышает давление? Вот простой опыт с морковкой. Опускаем ее в стакан с водой. На место зеленой верхушки втыкаем прозрачную трубку и наливаем туда соленую воду. Через какое-то время уровень раствора в трубке ползет вверх. Жидкость в морковку накачивается так называемым осматическим давлением. Вода из менее концентрированного раствора стремится в более концентрированный, то есть из стакана в трубку. Примерно то же происходит и в наших сосудах. Из-за соли жидкость переходит из тканей в кровь, объем которой увеличивается. То есть в полулитровую бутылку вы пытаетесь налить 700 грамм, удержать там. Естественно, давление растет, и при определенных обстоятельствах эта бутылка может от переизбытка объема лопнуть. Так и возникают инфаркты, инсульты. Тут, конечно, есть парадокс. В Крыму на уникальном месторождении розовой соли до сих пор вспоминают, как делали из нее в годы войны кровезаменитель. Растворяли соль в дистиллированной воде и переливали раненым. В нужной концентрации 0,9% натрий хлор. Это и есть основа крови, известный во всем мире физиологический раствор. Наш натрий хлор, который мы так употребляем, то есть соль обычная пищевая, он постоянно присутствует в плазме крови. Без этого наш организм работать вообще не может. Как же тогда можно не солить? Оказывается, фокус в том, что соль прячется в тех современных продуктах, о которых мы даже и не думаем, что они соленые. Что это, например? Мы вам скоро расскажем. А доктор медицинских наук Виктор Фомин любит приводить в пример амазонских индейцев племени Яномами. У них вообще нет соли в чистом виде. И они не только не страдают от этого, но и болеют гипертонией куда реже, чем цивилизованные люди. Распространенность этой патологии не более 1%. Вот это все вокруг меня соль. Мы находимся в Калифорнийской долине смерти. Это такое странное место, где миллионы лет назад восставшие на западе горы отрезали большой кусок океана. И он высох прямо здесь, образовав удивительный соленый и очень колючий ландшафт. Вообще, конечно, на земле подобные места редкость. Чтобы соль вот так лежала, подходи, бери и ешь. Соленая. Так что исторически, пока не началось промышленное производство соли, наши далекие предки ее почти вообще не знали. В чистом виде. Как говорят ученые, организм человека самой эволюции приспособлен к практически бессолевой диете. Видимо, не зря это место назвали долиной смерти. Взаимосвязь между количеством потребленной соли и скачками давления доктора заметили еще в середине прошлого века. А еще, как показали новейшие исследования, дело не только в объеме жидкости. 2009 год. В Московском институте медико-биологических проблем проводят уникальный эксперимент по моделированию полета на Марс. Специально отобранные добровольцы под командованием космонавта Сергея Рязанского живут 105 дней в замкнутом модуле. Им дают точно отмеренное количество соли. И главное, тщательно собирают и анализируют всю мочу, чтобы определить, сколько же соли осталось в организме. Таких точных опытов на эту тему раньше не удавалось провести никому за всю историю медицины. Кто привык к более соленой еде поначалу, ну, действительно не хватало. И за общим столом, ну, было такое мнение, что, эх, не очень идет эта еда, потому что недосоленая. Только потом участники узнали, что попали в собственную психологическую ловушку. Их предупредили, что будет какой-то эксперимент с ограничением соли. Но на самом деле ее содержание снижали не всегда. Иногда было 12 граммов в сутки, потом 9, потом 6, потом снова 12. Но марсонафты продолжали жаловаться на недосол. Они, как и большинство из нас, просто привыкли автоматически сыпать соль в еду. И с реальными вкусовыми ощущениями это связано не всегда. Медицинские результаты эксперимента тоже были весьма интересны. До сих пор считалось, что соль покидает организм почти сразу. И все ее эффекты можно объяснить только связанным с ней временным накоплением воды. Но ситуация гораздо сложнее. Мы обнаружили, что соль выходит из тела волнами и подолгу задерживается внутри. Она активно накапливается в организме и влияет на нашу иммунную систему. Ученые обнаружили, что защитные клетки лейкоциты подходят к накопленной в тканях соли, пытаются с ней что-то сделать, но не могут. От этого иммунная система перевозбуждается и запускается реакция воспаления. А через воспаленные мелкие сосуды сердцу все труднее и труднее проталкивать кровь. Как же так получилось, что соль, которую наши предки считали драгоценностью, превратилась для нас почти что в яд? Ответ прост. В эпоху до холодильников она была одним из немногих способов сохранить продукты надолго. Потому и ценилась, и стоила дорого, и много ее никто не ел. А сейчас количество потребляемой соли выросло во много раз. Ведь добывают ее активно, и стоит она мало. И вкус ее нам нравится. Поскольку это недавно произошло, не позволило нашему генотипу приспособиться к такому резкому изменению диеты. И отсюда хронические заболевания, которые ускоряют наше старение. Причем некоторым людям повезло еще меньше. У определенной части землян есть генетическая поломка, которая фактически программирует организм на самоуничтожение в результате перегрузки солью. Сколько таких людей на планете, пока никто не считал. По разным оценкам, среди гипертоников их от 30 до 50%. Дайва Нильсон из медицинской школы Гарварда в США, изучая влияние генов и питания на здоровье, из любопытства и сама прошла ДНК-тест. Тест выявил у меня сольчувствительность. Это когда гарантированно поднимается артериальное давление после употребления соленой пищи. У не сольчувствительных лиц такого резкого эффекта не будет. Узнав это, я, конечно же, сразу пересмотрела свой рацион. Отказалась от разных закусок, картофельных чипсов, почти всей готовой еды. Ее обычно страшно пересаливают. Во всех западных странах сейчас есть государственные программы снижения количества соли в еде. Но работа еще не початый край. Вместе с одним из ведущих британских специалистов по этой теме, доктором Фен Хи, мы идем в обычное лондонское кафе. Полный английский завтрак. Яйца, сосиски, бекон, фасоль. Доктор в ужасе. Тут слишком много соли. Думаю, что один такой завтрак может дать больше соли, чем максимально допустимо за целый день. По данным доктора Хи, в развитых странах сейчас едят немыслимо много соли. В Британии 8 граммов в сутки, в США почти 9, в России по разным оценкам от 12 до 15. Хотя Всемирная организация здравоохранения рекомендует съедать не более 5 граммов в сутки. Чтобы вы представляли, как это выглядит визуально, это чайная ложечка соли без горки. Главная проблема. Соль притаилась везде, даже там, где совсем не ожидаешь ее встретить. Во второй части программы мы раскроем тайники с самыми большими залежами соли. А также расскажем, как выжить. Есть способы обмануть вкусовые рецепторы, которые буквально жаждут этой белой смерти. Это «Еда. Живая и мертвая». Программа, в которой я, Сергей Малоземов, выясняю, что вредно, а что полезно. Соль. Как она убивает нас и в каких продуктах незаметно прячется? Это тема расследования недели. И вот его завершающая часть. Вот что было в начале программы. Мы поговорили с докторами о том, что пищевая соль, по-научному хлорид натрия, играет в нашем организме важнейшую роль. Жить без нее нельзя. Но солить дополнительно не только не нужно, но даже опасно. От этого повышается давление и бывает инсульт. Соли для жизни мы получаем достаточно с обычными продуктами. Пришла пора показать, где она прячется. В литре молока содержится около 4 грамм соли. И даже если бы мы выпили литр молока, то есть уже бы практически мы потребили суточную норму соли. Овощи и фрукты, обычные нормальные сырые без термической обработки, то только они способны дать организму до 1 грамма соли в день. Балерина Анастасия Волочкова уже много лет избегает этой коварной добавки. В итоге и форму держит, и от безвкусия не страдает. Я привыкла к такой, не то чтобы диете, это стало для меня образом жизни. Я прошу свою хозяюшку, которая готовит еду нам в доме, не солить ничего. То есть ни супчики овощные, ни салатики, ни курицу. Если курица напору, то она должна быть точно без соли. У здорового человека нехватка натрия проявиться не может вообще. Это невозможно на самом деле. Мы вернемся к тем же самым американским индейцам. Они же лишены доступа к соли. И тем не менее они же не погибают в гипонатрии, и ее последствия. Чаще всего наши собственные представления о нехватке соли – самообман. Кстати, эксперименты показали, что детям до 6-месячного возраста соль не нравится. Вредную привычку формируют родители. Человек не рождается с любовью к соли. Это чувство развивается только у тех, кого родители активно начинают ей закармливать. И пищевая индустрия тут помогает. Сейчас очень трудно найти несоленую курицу. Более 80% съедаемой современным человеком соли прячется в готовой промышленной еде. Смотрите, перед каждым из этих продуктов вырастает солидная соляная горка. Впереди всех пока батон колбасы – 10 чайных ложек. Но не сильно отстают и сосиски, бургер, сыр. Несоленый по вкусу сыр содержит огромное количество натрия. В первую очередь это относится, конечно, к твердым сортам сыра. Чем более твердый сыр, тем большее количество натрия там может содержаться. Еще один неожиданный продукт – хлеб. Допустим, в обед вы съедаете 200-300 грамм хлеба, то это уже около 2 грамм соли. В этих же рядах – рыбные консервы, кетчуп. Многие в интернете советуют заменять соль соевым соусом, но врачи делать этого не рекомендуют. В 100 граммах соевого соуса содержится около 11 грамм чистой поваренной соли. То есть это практически 2 суточные нормы соли. К сожалению, в России информацию о количестве соли в продуктах практически никогда не встретишь на этикетках. А вот на Западе производителей уже обязали указывать полный состав и не просто писать цифры. Например, в Финляндии, когда соль в норме или ниже, рисуют сердечко, чтобы проще было сориентироваться. Роспотребнадзор, к счастью, тоже готовит такую систему. Продукты и у нас будут маркировать красным цветом, если в них высокое содержание соли. Ну а финны, в смысле здорового питания, вообще пример всему миру. Их комплексная программа вошла во все учебники. Когда люди повиняли диету, а также начали бросать курить, сердечно-сосудистая смертность резко упала. Сейчас она ниже на 80% по сравнению с концом 70-х. Солонок на столах в кафе и ресторанах тут не встретишь почти нигде. Можно попросить, но в этом-то и фокус. Если надо совершать лишние движения, то большинство, даже привыкших пересаливать, делать этого не будет. Я думаю, что каждый из нас назовет коллегу, с которым мы вместе обедаем или ужином, или знакомого, который солит пищу до того, как он ее попробовал. Мировая тенденция заменять соль пряностями и специями. Они ведь тоже могут быть источниками вкуса. А есть еще любители солей с особыми оттенками вкуса. Появилась даже особая ресторанная специальность – соляной сомелье. Представитель этой новой профессии Юрий Хисельман говорит, что гурманство тут непременно должно сочетаться с пониженным потреблением соли. Для того, чтобы почувствовать вкус разных необычных солей, нужно освободить, во-первых, рецепторы соляные, которые у нас на языке, достаточно от излишней засоленности. Юрию не нравится, что люди так перебарщивают с солью, что перестают ощущать истинные вкусы. Соль никогда не должна солировать. И не надо считать более здоровой, например, морскую соль. Многие хватаются за нее, как за панацею. Хотя вредного натрия в ней не меньше. Как только получилась шахтная добыча дешевле, чем выпаривание из моря, каменная соль резко подешевела. Народ начал покупать ее. Маркетологи смекнули, что нужно как-то продавать лучше морскую соль. И начали говорить о том, что в морской соли больше минералов, каменные есть какие-то нерастворимые, там, доломиты и так далее. Еще один миф про большое количество йода в морской соли. На самом деле его там почти нет. Кстати, недавно Минздрав выступил с предложением оставить на прилавках только специально ядированную соль. Все-таки проблема дефицита этого элемента в наших краях очень остра. Модной в последнее время стала и розовая гималайская соль, у которой, казалось бы, такой многообразный состав. Дело в том, что розовая гималайская соль одна из самых богатых на микроэлементы. Тут 83 микроэлемента. Соответственно, чем более темный кристалл, тем больше других микроэлементов, помимо натрия и хлора, он в себе содержит. Вот только есть ее нужно килограммами, чтобы получить все эти минералы в существенных количествах. Гораздо интереснее использовать такую соль в кулинарно-приключенческих целях. Например, жарить на ее плитках стейки, как делает шеф мясной лавки Павел Поцелуев, предварительно смазывая мясо оливковым маслом. Масло нам позволит избежать ошибок, то есть оно немножко сдержит соль излишнего и возьмет только самое необходимое, то количество соли, которое нам нужно для правильного вкуса. Кладем сюда стейк. Павел обжаривает мясо попеременно с разных сторон. И оно действительно получается менее соленым. Да, могу перевернуть. В целом выбора нет. Соли в рационе должно быть гораздо меньше, чем мы привыкли. И опыт западных стран подтверждает, если снижать постепенно, переходя на специи, то изменения вообще не чувствуются. И открываются новые вкусы еды. Геронтолог Алексей Москалев на себе испытывает научные способы продления жизни. И замена соли на приправы в их числе. Главное, что не есть их ложками, а просто по вкусу добавлять в свою пищу. Причем соль я полностью заменяю на эти приправы. Вот и в столовой санатория, где лечат от гипертонии и нарушений мозгового кровообращения, используют такие же хитрости. Мы добавляем зелень, специи, значит, лук, чеснок добавляем. И этим самым мы повышаем вкусовые качества бессолевой диеты. У нашего героя Алексея впереди еще долгий период реабилитации. Его давление постепенно начинает снижаться. А желание съесть чего-нибудь солененького с каждым днем становится все слабее. Соль отпускает. И хорошо, ведь это как ничто другое. Точно, еда мертвая, а вовсе не живая. Вот это место в Калифорнийской долине смерти называется bad water, то есть плохая вода. Тут повсюду соль от высохшего древнего океана. И когда сюда пришли переселенцы, то их лошади отказались пить эту воду. Соленая, значит, плохая, решили животные. С инстинктом самосохранения у них, что и говорить, все в порядке.